так шпаклевание сейчас немножко вводной информации да по поводу подготовка сначала так во первых этот процесс мы делаем в процессе шлифования 3 у то есть сделали сороковкой выровняли прошли шестидесяткой убрали полосы и вот после шестидесятки мы шпаклюем потому что потом останется два абразива 80 и 120 или 80 и 100 вот как раз этот абразив снимать шпаклю вообще вообще прям по самым правильным правилам нужно шпаклевать после восьмидесятки и снимать соткой но процесс трудозатратный поэтому мы его делаем чуть раньше вот соответственно прошли 3 очень важно для шпаклевания чтобы потом было с ней комфортно снимать ее снимать с ней работать очень важно чтобы плоскость была максимально ровной вот именно для этого делается правильно процесс ленточной машинкой чтобы сильно убрать все ямы и убрать всякие округлости и так далее и сороковкой тоже ходим тщательно для того чтобы выровнять поверхность потому что в маленькой микроскопической поверхности углубление потом шпаклевку снять очень тяжело и на это прям реально может уйти день и два на такой площади на большой вот пыль очень важный момент сейчас буду рассказывать пыль берем от делаем триу отдельно с чем пыль меньше тем лучше вообще желательно от сотки то есть прямо взять пройти 10 минут потратить набрать необходимое количество пыли сейчас буду объяснять почему ладос теп тоже его послушать потом поковыряешь сейчас больше процессом этим заниматься так суть в чем щель у нас имеет разную толщину вот здесь например щель крупная но где-то она доходит вот практически вот до такого то есть где-то она есть где-то она уже в ноль уходит нас это щель прямо вот микроскопическая вот соответственно для того чтобы у нас она была плотно хорошо зашпаклевана вот например вот такая вот щель нужна чем мельче фракция пылинок тем лучше соответственно состав чем сделан из-за замешан из меньшего из меньшего зерна абразива тем он будет лучше попадать вот в эти микроскопические щели в противном случае что произойдет если щели не будут шпаклевать она просто пришли вовке отсюда выйдет то есть она при хорошем шпаклевание углубляется в щель правильно замешанная шпаклевочная масса миллиметра на полтора если шпаклевочная масса неправильно то чуть-чуть где-то заденет где-то останутся щели в общем чем меньше пыль тем лучше она забивает мелкие щели это первый нюанс чем мельче фракция второй момент распространенная ошибка всегда кажется что чем плотнее шпаклевочный состав тем он меньше будет проваливаться тем меньше придется раз шпаклевать это распространенная ошибка это неверно вот соответственно состав которым шпаклюем должен быть жидким вот на эти щели при любым составом нужно шпаклевать их два раза неважно густой состав будет либо легкий вот опять связано с тем же самым чем жиже состав тем он глубже проникает вот в эту щель тем глубже шпаклевочная масса садится вглубь чем состав гуще тем соответственно меньше туда внутрь прилегает что происходит шпаклевка там не мне не плотная она при следующем шпаклевание либо при легком просыхание она начинает вываливаться отсюда соответственно чем жиже состав и чем меньше фракциона фракция пыли тем он плотнее туда заседет вот шпаклюем обязательно в минимум два прохода то есть проходим первый раз в крупных щелях она за счет даже неважно жидкий состав или не жидкий она туда затечет и провалится вот более густой про состав да провалится меньше но попадет туда меньше его попадет меньше вот но и все равно он провалится рожь подливать два раза вот соответственно второй раз мы пробегаем выравниваем шпаклевку в уровень паркета вот поэтому составом работаем как можно жиже плюсом ко всему жидкий состав облегчить сильно облегчает и убыстряет работу шпаклевания щелей вот и и чем жиже состав тем меньше шпаклевки остается на поверхности которую потом нужно вышлифовывать после шпаклевания машинка это отдельный процесс чем он будет легче тем намного сильнее чем легче будет жизнь вот так же из подготовительных работ обязательно нужно перед шпаклеванием пропылесосить это уберет пленочку пыли с паркета пылесосить не обязательно тщательно но быстренько нужно все площадь пробежать вот для чего это требуется убираем что и пыль если пыль остается когда мы ведем шпаклевочную массу она с пыли очень быстро начинает схватываться ее нужно постоянно доливать подливать и физически работа сложнее и дольше длится вот поэтому лучше потратить 15 минут на пылесос это время точно совершенно сэкономится в дальнейшем плюс облегчит работу вот так так чё по подготовке в принципе все вот у нас тут пыль единственного влада восьмисятка конечно нужно желательно сотку делать это будет всегда лучше разница не очень конечно большая не настолько критичная но все-таки вот сейчас покажу по процессу работ до подготовки всегда нужен нужно иметь вот эту хрень с фильтром вот потому что запах стоит неимоверный печень убивается очень сильно вот что касается фильтров по них есть лайфхак то есть ты купил фильтр он стоит порядком то есть порядка 1000 рублей стоит нормальный фильтр он убивается в принципе за один раз и он уже начинает с него вонять вот чтобы эту вонь уменьшить после шпаклевочных работ можно с фильтр снять просто к нему подключить как бы шланг пылесоса и оставить минут на десять и он вот эту вонючку немножечко под вытащит вот если вы стоят пред фильтр они тоже немножечко уменьшают вонь но использование крайне желательно делать также рекомендуется иметь отдельные перчатки на для шпаклевания потому что вот у меня дорогие они ухерачатся буквально там за один-два раза а вот такие резиновые недорогие они конкретно должны мы не жалко должно быть после того что вот таком они примерно состоянии я такие перчатки использую для шпаклевания и для лакировки два типа перчаток вот это лишь поклевание лакировки чтобы не пачкать вот эти свои хорошие вот вроде по подготовке все сейчас покажу как процесс выглядит там